Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. И я с каналом Ческом.ру начинаю серьезную подготовку к матчу на первенство мира 2021 между Магнусом Карлсоном и Яном Непомнящим. Матч, если не произойдет каких-то форс-мажорных обстоятельств, а мы надеемся, что такие обстоятельства не произойдут, должен начаться 26 ноября 2021 года в Дубае. Тогда будут пущены часы и шахматисты начнут первую партию. Всего в этом матче будет сыграно 14 партий с классическим контролем и в случае равного счета после этих партий, в случае счета 7-7, еще дополнительно будет сыгран тайбрейк. Мы на канале Ческом.ру, конечно, каждый день будем пристально смотреть за этим матчем. У нас будут очень интересные комментаторы, сильные гроссмейстеры. Первые две партии матча я буду комментировать вместе с Александром Грещуком. Затем к нам присоединится Сергей Корякин. 12-й чемпион мира Анатолий Евгеньевич Карпов тоже обещал заглянуть к нам в эфир на одну из партий этого матча. А также некоторые партии этого матча я буду комментировать в компании с американским гроссмейстером Даниэлем Народицким. Будет интересно, будет увлекательно. Конечно, мы готовим много сюрпризов и конкурсов для наших зрителей, так что ждем вас каждый день. Ежедневные включения, прямая трансляция из зала игры и много всего другого интересного. Но до этого есть еще время. И это время мы используем, чтобы поговорить о статистике встреч чемпиона мира и претендента. О том, сколько партий они сыграли, с каким счетом. И разберем 5 результативных партий классические шахматы с классическим контролем. Всего столько результативных партий за свою карьеру сыграли чемпион и претендент. Итак, давайте знакомиться с Карлсеном и непомнящим и с историей их встреч поближе. Отмечу, что 4 партии, которые я очень подробно разбираю в специальном подготовленном для матча Карлсеном и непомнящей видеоуроки на сайте Ческом, в этом видеообзоре предоставлены лишь небольшими фрагментами. И лишь одна встреча, которая не вошла в тот интерактивный видеоурок на сайте Ческом, предоставлена в полном объеме. Поэтому, если вам интересно посмотреть разбор этих партий в деталях, то обязательно проходите по ссылочке в описании к этому видео и пробуйте свои силы, смотрите видео, решайте задания и учитесь играть в шахматы у чемпиона и претендента. Начнем наше знакомство с того интересного факта, что и чемпион мира Магнус Карлсон и Ян Непомнящий, претендент на это звание, родились в один год. Ну и неудивительно, что впервые эти шахматисты встретились в чемпионате Европы до 12 лет. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению их первой встречи, сыгранной в далеком 2002 году на чемпионате Европы, поделюсь с вами небольшой статистикой. Итак, всего официальных партий, которые можно найти в шахматных базах данных, между чемпионом и претендентом было сыграно 77. Не исключаю, что это число могло бы быть увеличено, если бы мы внимательно изучили игровые платформы, на которых и Магнус Карлсон и Ян Непомнящий играют достаточно часто, но мы остановимся все-таки на статистике официальных встреч и официальных турниров. Итак, как я уже сказала, первая партия между чемпионом и претендентом была сыграна на чемпионате Европы до 12 лет в 2002 году. Последняя их встреча состоялась 17 сентября этого года, 2021 в Ставангере, где две партии были сыграны 17 сентября в классику. Шахматисты сыграли в ничью, а на Армагеддоне в этом турнире дважды в партиях против Яна Непомнящего победу праздновал Магнус Карлсон. Из 77 партий чемпион мира лидирует со счетом плюс 23, то есть 23 победы на счету у Магнуса Карлсона, 14 поражений и 40 ничьих. Однако это общий официальный зачет, включая всевозможные онлайн-турниры, турниры по быстрым шахматам, турниры по блицу, а вот в классику картина принципиально другая. Партий с классическим контролем чемпион и претендент сыграли не так много. Из 77 сыгранных ими партий всего 13 было сыграно с классическим контролем времени. Две из которых относятся к достаточно давней паре юношеских турниров до 12 и до 14 лет. Но так или иначе в классике счет в пользу Яна. Плюс 4, то есть 4 победы, минус 1, всего одно поражение и 8 ничьих. Вот такая вот статистика и об этих 5 результативных партиях мы и поговорим в этом видео. Хочу также порекомендовать нашим зрителям послушать и порешать очень интересный урок, в который также войдут несколько обзоров этих партий, но и задания, которые вы можете порешать. Урок подготовлен индийским гроссмейстером Гангулы и по ссылочке в описании к этому видео вы можете открыть этот урок и попробовать свои силы. Ну а мы начинаем наш исторический экскурс и первая партия, сыгранная между Карлсоном и Яном Непомнящим. 2002 год, чемпионат Европы до 12 лет. Белыми играет Ян Непомнящий, черными – Магнус Карлсен. Была разыграна защита Алехина. Достаточно неожиданный дебют, но не будем строго судить юных шахматистов. Изучение дебютов и шахматной теории – достаточно сложная вещь. А пока просто посмотрим, что же произошло в мительшпиле этой партии. Итак, первые ходы сыграны. Белые захватили центр. ДЕ, конь Е5. Систему Ж6 разыграли. Черные слон С4, С6. И здесь белые избрали несколько нестандартный план. Они сыграли конь С3. Таким образом атаковали коня на Д5. Чаще белые избирают простую рокировку. Затем на С7 где-то отходят слоном на Б3. И пытаются согнать коня с Д5 пешкой. Но конь С3 тоже ход интересный. Пользуются белые тем фактом, что конь БЦ3 ведет просто к немедленному мату. Поэтому конем уходить нельзя. Черные укрепили коня ходом С6. Белые рокировались. Интересно было также сыграть конем на Е4. Где-то, чтобы впоследствии потревожить слона на Е6. Ну, 0-0. Рокировка плохим ходом быть не может. Конь Д7. Вновь тактические нюансы состоят в том, что на конь БЦ3 может последовать промежутки слон БЦ6. Опять же с угрозой маты. Лишь затем взятие на С3. Поэтому конь все так же неподвижен на Д5. Конь Д7. Здесь последовал ход Ф3. Слон Ж7. Ладья Е1. Вкрепили белые коня на Е5, который был атакован. 0-0. И здесь Ян решил еще раз защитить коня на Е5 ходом Ф3. Но, видимо, этот ход уже не столь удачный. И Магнус Карлсон, несмотря на свой юный возраст, в серии разменов подчеркивает то, что белые где-то промедлили и избрали неточное продолжение. Конь БЦ5. Вроде бы ничего необычного в этом ходе нет. ДЕ. Конь БЦ3. Очень важный нюанс состоит в том, что белые здесь уже промежутки на Е6 побить не могут. Так как это ведет к поражению после еще одного промежуточного хода со стороны черных на сей раз. Конь Е2. И выясняется, что в случае ладья Е2 черный ставит мат. Но если коня не бить, то теряется ферзь. Поэтому в промежутке на Е6 здесь белые забрать не могут. Ян побил на С3. Магнус побил на С4. И возникла такая вот интересная позиция. Ферзь Д5. Черные предложили размен ферзей. Вторая встреча в партиях с классическим контролем между Карсеном и Непомнящим состоялась вскоре после их первого поединка. Также в юношеском чемпионате. На сей раз в чемпионате мира до 14 лет. Сыграна она была в 2003 году. Эта партия не вошла в интерактивный видеоурок. Поэтому в видеообзоре, в этом видеообзоре мы поговорим о ней полностью. Итак, Ян Непомнящий, так же как и в первой встрече, играет в этой партии белыми. Е4. С5. На сей раз в защите. Алехина. Дан отбой. Сицилианской защитой. Выходит на повестку дня. И С3. Вариант Аллапина. Белые готовят захват центра путем вот такого скромного с первого вида хода С3. Черные отвечают ударом по центру. Д5, ЕД, ферзь Д5, пользуясь как раз тем фактом, что конь на С3 выйти не может. И не может потревожить ферзя на Д5. Д4. И здесь черные делают интересный ход, который они часто избирают, если хотят поиграть на победу. Ход же 6. Подготавливающий фиан кетто слона. Конь Ф3. Слон Ж7. Это все хорошо известная теория. Конь А3. Вот в варианте Аллапина. Так как поле С3 занято, конь Белых с Б1 часто входит в игру несколько иными маршрутами. С, Д. Слон С4. Ферзь Е4. Шах. Продолжается теоретическая дуэль. Слон Е3. Вот такой вот неожиданный ход. Идея состоит в том, что после ДЕ белые выигрывают путем удара слон Бьет Ф7. На король Ф8 следует еще один шаг и приходится забирать этого слона. Ну, а тогда король попадает под вилку. Неудивительно, что на Е3 черные не берут. У нас в шахматах, как мне говорили в детстве, шахматы ни шашки бить не обязательно. И делается странный с первого вида ход. Конь А6. Соревнуются соперники в том, кто интереснее введет коня в бой. Конь Б5. Конь Белых уже готов прыгнуть на С7. 0-0. С, Д. Теория продолжается. Были партии на этот вариант сыгранные. Но, видимо, Магнусу Карлсону не очень хорошо были известны тогда еще детали и нюансы этого варианта. Покажу вам забавный вариант, который ведет к повторению ходов. Одна из возможностей здесь за черных сыграть, которая считается наиболее точной. Это Конь Ф5. И на Конь С7 спокойно развиться Конь С6. Проигнорировать то, что висит ладья на А8. Побить на Д4. И доказать, что не ладьями едиными. Контр-игра в этой позиции черных достаточно для того, чтобы сделать ничью. И ничья делается здесь таким неочевидным ходом. Но его надо поднять, чтобы не оказаться без материала и без компенсации. А именно ударом слон H3. Атакуют поле G2 ферзь и слон белой пешки. Приходится бить на H3. И здесь после Конь Ф3 следует отступать только на H1. Потому что после король G2 черные ставят мат. Либо таким способом, либо таким способом. Но ни тот, ни другой способ белых не устраивает. Поэтому должны они после Конь Ф3 отступать на H1. И партия может закончиться вот таким достаточно оригинальным вечным шахом. Немного теории. Точнее достаточно уже много теории. Но Магнус Карлсон, как я уже отметила, сделал неудачный ход. То есть этого коня тоже решил развить на край доски. Но одного коня на краю доски, видимо, достаточно было. Второго уже туда не обязательно было выводить. Здесь, как я уже отметила, ход Конь С6 тоже можно было сделать. Здесь Конь С7 не так страшен ход, как выглядит. Конь А6 защитили черное поле С7. От хода Конь С7 избавили себя. Но у белых была сильная возможность поставить еще одну неприятную ловушку. Черным сыграть ферзь Б3. Этот ход был сильнейшим. Почему? Потому что не хватает времени черным после этого хода на то, чтобы сыграть Конь Ф5. И ввести коня, который стоит неудачно, пока на А6 в игру. Почему? Потому что после Конь Ф5, как раз благодаря ходу ферзь Б3, следует слон Т5. И внезапно черный ферзь оказывается в западне. Капкане. Ферзь Ж4, Аш3. Ферзь Ж2, Ладья Аш2. Позиция из тактического штурма. Ферзь пойман. И белые выигрывают. Поэтому на Ферзь Б3 ход Конь Ф5 невозможен. Надо как-то решать проблему с Ферзем в центре. Но на Ферзь С6, например, последует Ладья С1. И у белых серьезный перевес. Вот ход Ферзь Б3 подчеркивал неудачность хода Конь А6. Но Ян Непомнящий сыграл менее точно. Он решил, что так как поле С7 уже защищено черным конем, можно коня вернуть обратно. Но это позволяет как раз черным решить проблему Ферзя. Он очень неуютно себя чувствовал на Е4. Увести его на С6. И здесь было сыграно Ферзь Б3. Но здесь Ферзь Б3 уже не создает такую неприятную угрозу слон Д5, как при Ферзе на Е4. И черные спокойно выводят коня в центр доски. И позиция выравнивается. 0-0. Но здесь последовала достаточно серьезная ошибка. Что-то недосчитал Магнус Карлсон. Или переоценил свои возможности в Эншпиле. Сыграл Ферзь Б6. Предложил размен Ферзей. Но этот размен в данной конкретной позиции ведет к потере пешки. Идея правильна. Ферзей хочется поменять. Потому что вот эта батарея очень неприятно уж давит на Ф7. И белые где-то хотят сыграть конь Ж5. Так что Ферзей снять с доски хочется. Но прежде надо было сделать ход конь С7. Который открывает вертикаль ладье. Вот в этом варианте. После ладья С1 уже Ферзь Б6. И после размены Ферзей у белых нет возможности сыграть конь А4. Которая у белых была и появилась в партии. Ввиду того, что конь еще стоит на А6. И ладья по линии А еще не работает. Ферзь Б6 АБ. Конь А4. И черные потеряли пешку. Решили они ее отдать сразу. Может быть они надеялись на ход Б5. Но когда эта позиция возникла на доске. Поняли, что после Б5 уж очень велика активность белых фигур. И слон на Ж5 может атаковать пешку Е7. И ладьи уже готовы занять открытую линию. И решили, что лучше пешку отдать. Но попытаться свои фигуры активизировать. Конь Б4. Конь Б6. Ладья А6. Но у белых лишняя пешка. И давайте посмотрим, как Ян Непомнящий ее реализует. Играют шахматисты достаточно юные. Поэтому технические тоже аспекты и техника. Это, в принципе, так же, как и знание дебютов, достаточно вещь неочевидная для шахматистов юного возраста. Но тем не менее. Итак, ладья заняла открытую линию. Ладья А5. Слон Б3. Слон Е4. Пока все достаточно логично. Слон С2. Такое вот интересное решение. Избегает разменов Ян Непомнящий. Переводит слона на Д3. Ну, открывает дорогу с другой стороны пешкам Б и А. Ладья Д5. Вернулся конь на Ф3, чтобы поддержать на Д4 пешку. Ладья А5. Слон Е2. Ладья Д5. Ну, то есть черные ходят туда-сюда. И здесь достаточно неожиданный ход. Видимо, белые решили где-то ограничить коня Д6. Но, как гласит один из главных постулатов шахматной борьбы, атакуй там, где ты сильнее. И здесь у белых пешечное большинство на ферзевом фланге. Поэтому, прежде всего, логичным продолжением борьбы было какое-то движение пешек. А4, либо Б4. Но, а белые удивительным образом сыграли Ж4. Ну, вот этот ход очень тяжело сделать. Открывается диагональ для слона. Как-то выбивается опора из-под коня Ф3. И не совсем понятно, да, зачем эта пешка пошла на Ж4. Такая зацепка, которую черные могут использовать впоследствии. Например, уже сейчас ходом Х5 они могли как-то эту пешку попытаться атаковать. Ж4 ход мне не нравится, но, тем не менее, он был сделан. Черные сыграли. Конь Б5, слон С4, ладья Д6, конь Е5. Белые удачно коня с Ф3 переместили на Е5. Удалось им раскрутиться. Е6. И здесь еще один интересный момент. Отдает слона. То есть, разменивает своего белопольного слона Ян. Хотя он мог пойти конь С6. БЦ. Пожертвовать пешку Д4. Но вперед направить свою пешку А. И это, скорее всего, побеждало бы. Два слона, поддерживаемая ладьей С1, пешка А. Очень сильным решением это выглядело бы. Но Ян разменял слона на коня. Пошел А4. Пошел Б4. Все-таки вернулся к этому плану с надвижением пешечного большинства. Черные заметили очень интересную жертву качества. В отличие от первого примера и той жертвы качества, которую мы видели. Которую Магнус осуществил в первой партии здесь. Эта жертва абсолютно верная. У черных два слона. И слона Ж7 скрывается после этой жертвы. Начинает работать ладья С8. Король Ф8. Ладья Е1. Ладья Б4. И здесь практически достаточная для ничьей инициатива. Но черным надо было сделать ход король Е7. После король Е7 белые могут сыграть ладья С7. Но черные тогда прогонят ладью с седьмой горизонтали и попытаются двумя слонами свести партию в ничью. Черные же побили на А4. А вот после хода ладья А4 партия стала практически проиграна. Потому что внезапно белые фигуры набрасываются на позицию короля черных. И очень неприятные угрозы, связанные с ладья С7 и конь Д6 возникают. Не удается черным вытеснить ладью белых из своего лагеря. Поэтому Магнус Карлсен решился еще на одну жертву качества. Но здесь два слона все-таки слабее, чем две ладьи. И постепенно Яну Непомнящему удалось это доказать. Размены пешек последовали, которые обычно выгодны слабейшей стороне. Но две ладьи, чередуя матовые угрозы и угрозы пешкам, постепенно, за счет отдачи качества одного, постепенно белые усилили свою позицию. И здесь Магнус Карлсен сдался. И счет стал 2-0 в классических партиях в пользу Яна. Ну, я думаю, на тот момент никто не относился к этому счету как-то серьезно. И кто узнал, что несколько лет спустя эти два юных шахматиста будут играть между собой матч на первенство мира. И третья партия с классическим контролем времени была сыграна уже достаточно приличное время спустя, уже в супер-турнире, в турнире с приставкой «Супер» в Эйконзее в 2011 году. На этот раз Магнус Карлсен играл белыми фигурами, Ян Непомнящий играл черными фигурами и был разыгран вариант Найдерфа. Уже серьезный супер-турнир и серьезные солидные дебюты. Ян Непомнящий часто применяет вариант Найдерфа, является одним из специалистов этого дебюта. Ну, а Магнус Карлсен в этой партии верен себе. Он избегает каких-то длинных, сложных, форсированных схем и пытается найти позиции, что называется, на игру. Слон Е2 делает заход. Е5 отвечают черные. Один из главных ответов черных в ответ на слон Е2. Конь Б3, слон Е7. 0, 0, 0, 0. И здесь есть много различных схем и построений. Белые избирают достаточно редкое продолжение. Король H1. Отмечу, что до этой партии, которая была сыграна в январе 2011 года, Магнус Карлсен уже избирал ход Король H1 и побеждал. Правда, это было сыграно в партии с укороченным контрольным времени в 2010 году против Линьера Домингеса. Но, скорее всего, Ян ту партию тоже посмотрел и подготовил усиление. Повторил Ян, не помнящий тот путь, который избрал Линьер Домингес. Конь С6. Ф4. Б5. Слон Е3. Слон Б7. Развили черные слона на большую диагональ. И слон готовится по этой диагонали хозяйничать. А4. Последовал ход. Повторяет Магнус свою партию. Линьер Домингес сыграл Конь Б4. А Ян, как я уже отметила, подготовил усиление и пошел ЕФ. Коня решил не на Б4 поставить, а на Е5. Ладья бьет Ф4. Последовало. Конь Е5. Идея черных заключается в том, что они жертвуют пешку на Б5. С идеей после АБ АБ. Если белые побьют слон Б5, последует ход Конь Ж6. Если ладья просто отступит, черные смогут на Е4 забрать. Если же белые побьют на А8, то у черных есть сильный ход Ф8. И здесь уже слон и Ф по большой диагонали. Такую серьезную батарею выстроили. И белым может быть достаточно неприятно. Поэтому АБ белые здесь не сыграли. Они пошли Ф4. Черные вернулись конем. Ферзь Д2. Конь Е5. Повторили ходы шахматисты. И Магнус Карлсон принял решение продолжать борьбу. Но объективности ради у черных замечательная позиция. Они решили свои дебютные проблемы. И зная, чем закончилась эта партия, наверное, стоит признать, что проще всего белым было согласиться на ничью, подписать бланки. И пойти готовить усиление в дебютной стадии для следующих партий. Следующий урок, следующий обзор, следующая партия. Четвертая встреча, результативная в классических шахматах, между Яном Непомнищем и Магнусом Карлсоном случилась, произошла в 2017 году в Лондоне. Играли шахматисты. И давайте посмотрим и попробуем разобраться, что же случилось. Ян Непомнищий играл черными. Магнус Карлсон, соответственно, белыми. И здесь был делан ход Конь Ф3, С5. Предложение все-таки сделать ход Е4 и перейти к варианту Найдерфа. Но нет. У Магнуса другие планы на эту партию. Вновь он не стремится сразу же сыграть в кость, доказать какой-то дебютный перевес, показать какие-то длинные анализы. Все переходит в разменную славянку. Возможно, Магнус Карлсон руководствовался тем, что Ян Непомнищий предпочитает другие схемы в ответ на Д4. Часто избирает Грюнфельд. Ну, а разменная славянка покажется ему несколько пресным дебютом. Слон Ф4. Конь Х5 было сыграно. Здесь у черных много разных схем. Можно развить слона. Можно сыграть А6. Конь Х5. Слон Д2. Конь Ф6. Е3. Вновь у черных возможность развить слона. Но Ян Непомнищий в этой партии сыграл симметрично белым. Е6 тоже закрыл дорогу своему слону. Слон Д3. Слон Д6. И Е4. Белые идут на изолятор, на позицию с изолированной пешки, на классическую позицию. ДЕ. Конь Е4. И следует ход слон Е7. Ну, у черных разные тоже есть возможности разыгрывать эту позицию. На Е7 порой располагают и коня. Можно было попытаться пойти конь Е7 и затем вывести где-то слона через Д7 на С6. Здесь обычно белые играют 0-0. Следует ход 0-0. И слон Х7, такая классическая жертва, в данной конкретной редакции не проходит, ввиду того, что на ферре Ж4 есть ход Ф5. И черный слон на Д6, он не ушел на Е7. Он держит под контролем поле Ж3. Белым приходится возвращаться назад, но тогда они остаются без фигуры. А после ферзь С2 может последовать Х6 и вновь продолжается бой в позиции с изолятором. Но это другая схема. Черные же здесь сделали ход слон Е7. Тоже вполне возможный и логичный. 0-0. 0-0. Ферзь С2 сыграна Магнусом. Другая возможность развить ферзя на Е2 была. У черных здесь выбор. Дилемма. Как защищать пешку Х7. Все-таки конь Е6. Белые создали угрозу. Защитить ее можно путем движения пешки А, либо путем движения пешки Ж. Ян предпочитает ход А6, не ослабляющий черные поля. Ладья АД1. Здесь взятие на Д4. После конь Д4, ферзь Д4, слон С3 ведет к достаточно неприятной позиции, потому что ферзю приходится уходить. Но тогда белые могут испортить прическу королевского фланга. Черных слон на С8 до сих пор не развит. Это у белых очень сильная компенсация за пешку. Поэтому этот дар не был принят. Слон Д7 сделан ход. Развивают таким образом черные свои фигуры, свой ферзевый фланг. Ну и где-то надеются слона вывести на большую диагональ. Да, начиналось все замечательно для Яна. 4-0. Вел он в партиях с классическим контролем против Магнуса Карлсона. Но когда-то это победное шествие должно было быть прервано. И Магнус одержал первую победу над Яном в 2019 году в Гранд Честуре в Хорватии. Ян играл белыми, Магнус играл черными. Сицилианская защита. Вот такой вот порядок ходов, идеей которого является не получить челябинский вариант, который чемпион уже к тому времени применял и применял успешно. Ждут белые решения черных. После Д6 уже последует Д4. И челябинский вариант не получится. Но если черные не хотят позволять белым переходить к открытой сицилинке, здесь у них есть вот такой вот ход Е5, который и последовал. Затем последовало Ж6, Д3, А6. И получаются сложные позиции с замкнутой пешечной структурой. Магнус их успешно защищает черными. В этом году, в феврале этого года, против Александра Грещука он сыграл еще одну партию. Там белые просто рокировались и попытались атаковать на ферзевом фланге. А в этой партии Ян принял попытку пробросить свою пешку до Аш5. Это ему удалось. После Д6 было сыграно Аш5. Ж5. Конь Аш2. Как бы приглашая черных развить коня на Ф6. После этого идея белых сыграть конь Ф1. И после слон Ж4, в случае слон Ж4, в случае если черные принимают эту жертву, белые пользуются тем, что черные фигуры как-то неудачно ушли на королевский фланг. И эта пешка не приносит черным ничего хорошего. Слон на Аш5 висит. Конь на С6 висит. Поэтому неудивительно, что на эту приманку Магнус не попался. Слон Ж7 развил своего коня более гибко на Е7. Белые, в свою очередь, своего коня с Ф3. Таким вот интересным маршрутом перевели на Е3, где он помогает в контроле над белыми полями Д5 и Ф5. Слон Д2. Король Аш8. Ж4. Король Аш8. Черные готовили продвижение Ф5. Белые черным не позволили Ф5 сыграть. Ладья Б8. А4. То есть пытаются белые не позволить черным прорваться или затруднить их продвижение пешечное, которое черные, в свою очередь, пытаются подготовить. Очень сложная позиция, закрытая. Не так понятно, где должны играть белые, где должны играть черные. На этом я заканчиваю свой видеообзор для Ютуба. Пять классических результативных партий мы обсудили. Ждем еще много результатов в Дубае. Кто одержит первую победу, очень интересно, но ждать осталось недолго. Всем всего самого хорошего. Играйте в шахматы. Оставайтесь на сайте ЧСКО. До скорых встреч. С вами была Александра Костинок.